Значение плотности бетона бывает... Настоящий бетонный баттл разыгрался в студии Радиолемма. Кто первый нажал на кнопку, тот и отвечает на вопрос. Трое финалистов фотоконкурса сразились в интеллектуальной битве за главный приз. В течение месяца на нескольких бетоносмесителях компании Трилитон был изображен персонаж Трилитон Бетоныч. Суть была в том, чтобы поймать его, сфотографировать и выложить в своем инстаграме с пометкой Трилитон Бетоныч и отметить нас. Чем больше фотографий, тем больше шансов на победу. Адреса, где находились машины, заранее не сообщались. Участникам нужно было самим высматривать автомобили на дороге. В итоге отобрали трех финалистов. У каждого около 20 фотографий. Едешь в одной руке руль, в другой руке телефон, пытаешься на ходу на скорости 100, 110, 120 километров сфотографировать эту бетонную мешалку. И вместо нее получается небо. Задача баттла – набрать пять правильных ответов. Все вопросы на бетонную тему. Если один участник ошибается, то право ответа переходит к другому. Если не справляются все трое, свою удачу испытывают радиослушатели. Для них, кстати, Трилитон тоже подготовил подарок. Два сертификата в ресторан. Ну, что-нибудь уже давай скажи. Песок. Песок. И все трое мимо дают нам ответы. Для баттла участникам понадобились широкие знания про строительную смесь. Например, что слово «бетон» пришло из французского языка. Китай – страна-лидер по производству бетона, а вместо цемента для приготовления строительной смеси раньше использовали вулканический пепел. На какие сутки изготавливают контрольные кубы бетона для определения прочности, пространных характеристик? Вперед вырывался то один, то другой, и трудно было предугадать, кто победит. В итоге после восьмого вопроса счет сравнялся, а после пятнадцатого уже определился победитель. Ему и вручили главный приз – смартфон. Главный вопрос – это могу я сменить свою пятерочку на Galaxy? Я раньше айфоном не изменял все дела. К слову, двум призерам баттла вручили портативной зарядкой для телефонов. Ирина Мокрецова, Марина Смирнова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.